Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители и слушатели моего канала в YouTube, моих блогов. Сегодня у меня в гостях, как вы видите, в ближайшем Подмосковье, кто уже смотрит, постоянно видит обстановку, это, значит, под Зеленоградом. Вот Марва Гошак Наганян приехала ко мне, привезла ее Елена Симоненко. Уже тоже наши зрители знают по разным, значит, видео, например, вот с этим доктором Хусейном, который нам презентовал, показал шикарное органовое масло. Кстати, сразу, Марва Гошак, как вам органовое масло? Прекрасно, прекрасно. Ну, вы уже его и пьете, и давно уже? Да, 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 да. Очень хорошая вещь. Ну, то есть, по крайней мере, то, что главное, это вот уникальный вот этот вот именно гамма-витамин Е, который самый сильный отец сюда, то, что вот. Ну, конечно, чувствуется его влиянием на человека. То есть, это однозначно, я тоже так считаю, то есть, мы вот, хотя не так давно уже тоже будут еще употреблены, но однозначно, потому что это и кожа, и, ну, витамин Е вообще для кожи, для женщин же и протирать можно, ну, то есть, в принципе, косметическая серия, ну, как мы говорили, которая чистое органовое масло с холодным ржимом, это и есть, просто в разных флаконах, по сути, так сказать, для удобства пользования, а так можно. Все народы, кто живут, вот, исторически выдавливают то или иное масло, да, в разных странах мира, они им и кожу... Конечно, конечно. И на любую слизистую? Как я говорил, вот у меня видео из блоги, вот про одного из Бразилии, он, ну, негр, в общем, дедушка ему, 110 лет, вот его внешне посмотреть, ну, пишут там, ну, 70, ну, там, а он с детства, он мажет по ним, ну, он сыроед, он сыроед, кстати, да, 110, и он, ну, сейчас уже больше, это было два года назад, и мажет вот этим маслом, ну правда своим там как бы у него там оливковое но это гораздо лучше вообще кстати как выглядит бербер особенно вот те вот часть на это с и которые вот с детства вот они у них традиции более 2000 лет они вот там конечно выглядят ну насколько моложе своего возраста то есть но это вот так это есть такой кстати расскажу и нашим зрителям давно порывался а тут думаю ну маленький сюжет неинтересно а так к разговору за чаем она с друзья сегодня разговор зачем в гостях на разные темы совершенно непринужденные разные эти я расскажу потом а очень интересном одном долгожителем который вот умер в том году в москве к сожалению я с ним не успел познакомиться но наверное с его дочери успеющую и меня сведут когда это последний из купцов барановых и старобрядцев он умер на 120 году он в 1896 году родился и умер в прошлом году родился в москве и умер в москве то есть всю жизнь вот вставить 120 лет почти ему было то есть полных 119 почти 120 человек очень интересный ну об этом чуть позже да так значит дорогие друзья давайте вначале как бы вначале поскольку он с момента записи вот понятно что кто-то это через год посмотрит от момента записи это видео и тем это разные интересные но поскольку мы записываем до интересного мероприятия события сейчас на мониторе не дороже он тут стоит вам покажу сейчас слайдшоу запущу будет век валах экспо 2016 такая выставка она будет уже на днях от момента нашей записи но через несколько дней я вас всех дорогие друзья приглашаю я там буду и с продуктами с лекцией марва гашек на гонян там будет выступать тоже вот это вот даниловский такой вот холл но это выставочный зал это их реклама сайта просто для того показывают ну так сказать сейчас будет вот схема то есть как проехать туда потому что ну вот чтобы для удобства зрителей конечно я думаю когда-то там не раз будет проходить выставка объясняет у даниловский рынок то не знает вот это метро тульская вот трамвайные пути на дубинецкую улицу тут монастырь даниловский вот прям экспо вот справа от даниловского монастыря то есть трамвайные пути где налево поворот на 90 градусов прям по прямой схема первого этажа второго но это неважно на сайте организаторов фестиваль а вы его обязательно век life expo.ru вы увидите что увидите схему как билет приобрести как проехать ночью всю информацию этот зал внутри такой шикарная обстановка очень красивый новый построенный там действительно так вот не красивый светлый как будто графика но это вот реально вот съемка от входа вход на второй этаж там будут свои мероприятия проходить а внизу ярмарочные ряды как всегда вот мы там будем выставляться наши биопродукции частично тоже к слову сегодня расскажем об этом немножко внутри со второго этажа сейчас будет организатор это игорь жукарев даскать вот наш старый партнер знакомый хороший товарищ вот который организовал красную выставку будет там и сергей добраздравим вот ведущий интересный вот не гматуллин там будет да вот ведущая одна из главных сергей тоже будет вот многие ну и кстати очень много спикеров это но практически все то есть вот кто-то думаю все до практически вот поэтому приезжайте на эту ярмарку ну кто уж я говорю в записи будет смотреть будут такие еще у нас где-то раз пять в год то по большому счету они проходят в москве в разных местах кто в сокольниках то вот на зире будет с 4 5 декабря мы тоже будем но главное вот это конечно событие так очень крупно тут просто показано как были ну тут же по разным поводам какие-то банкетные залы прочее какие-то вот такие вот разные дела у нас будет своя веганская сыровенная вегетарианская ярмарка выставка фестиваль и еще хочу сказать пока идут слайды что мы тут уже на паузу поставили да вот такие кстати очень хорошие санузлы и новые сделаны из камни все так сказать мрамор с 29 ноября 40 дней до начала января будет очень интересная в москва-сити вот в этой значит где метро прям под землей там метро станции выход и вот эта площадка будут проекта слайды будет вот кстати кто участвует тут пока завод вывезли спикер вот значит на раз 13 а я говорю будет еще 40 дневно это у нас москва-сити там будет продуктовые к новому году подарки прочие наши приборы по воде прочее но интересная выставка вот это но это понятно моя я там тоже кое-что выступлю у меня будет две лекции на тему знаете как и вот содержание в продуктах микро и макроэлементов насколько они важны и необходимы для современного человека для жизни почему их не хватает почему их нет собственно вот почему они должны быть живые то есть калорийный водорастворим органической форме и так и вторая 14 а вот не макуина вот она и она из ведущих вторая это у нас что вот она а вторая у меня на следующий день 13 числа это будет знаете какая тема я вот ее прям недавно переделал от именно по приборам для жизни то есть под папа по воде по воздуху то есть вода это вообще основной продукт до нашего питания по большому счету и воздух это те среды в некачественный воздух если вода то сокращает на жизнь семьи и вот есть определенные параметры к свойства них мы поговорим кстати вот игорь жугре вот организатор выставки вот этому человеку мы обязаны так сказать вот за такой интересный будущий представящий мир вот что будет на нем маркет будет фасков футкор да это да питание и прочее на бизнес-форум но в рамках это сергей это по ней будет вести ну и главная выставка сцена будет где вот мы будем как лекторы кто-то вещать показывать больше на большом экране слайд это сказать там комментировать их далее вот будет большая ярмарка натуральные продукты различные веганские строительки что будет и кухня понятно поскольку не только с района ярмарка для веганров там будет всякие чизкейки такие нужно только разумеется веганская понятно пищи то есть и в разные вот и хумус и прочие фалафели так сказать кто что любит то есть каждый найдет для себя друзья приводите друзей знакомых потому что ведь своей поддержкой вы оказываете в общую нашу ски поддержку в хорошем деле пропаганда здорового образа жизни правильно так сказать экологического мировоззрения то есть такие выставки они проводятся но вот в том числе с главной целью пропаганда в хорошем смысле слова поляризация здоровый образ жизни и вот даже в рамках бизнеса там же будет этичный бизнес тоже как начинать и как какие варианты с тоже темы хорошие то что многие хотят что-то задумают но не хотят делать что-то вот то что они считают расходятся с их представлениями морали этики и вот помогать друг другу нужно в таких делах поэтому вот я в прошлый раз было перво-второ октября я тоже кстати проводил такую вот лекцию потому что у меня в этом опыт большой очень-то я сколько уже лет под 20 вот именно в эко теме по разным направлениям и значит вот тоже мы еще проведем рядом и сергеем обязательно я говорю нашим зрителям такие темы будут у нас отдельно мы как вебинары да нет это очень полезно и вообще мероприятие очень полезно даже пять назад так вот так вообще представить невозможно мы ждем видите каждого из вас как что в общем все сейчас я думаю что мы закончим да ну вот здесь еще буквально там некоторые так фамилии ладно значит мы сейчас презентацию пока поставлю на паузу и потом продолжим а пока пусть будет вот такая пауза мы просто поговорим о разном интересном ну конечно я вот буду угощать недаром это все здесь стоит от чая первые пузырики пошли ты вот сейчас будет где-то 60 65 мы снимем специально разморозил а как сохранить лучше всего хороший чай который имеет свободности заморозить разморозил упаковки вакуумные все хоть сто лет пролежит а у меня мой друг а я вот как раз буду пока рассказывать и показывать его один он очень большой любитель чая и церемонии дон доску дать японскую привез они лучшие там производители японцы вот для чайной церемонии доску лучше китайцев и тайцев вот такой уникальный чайничек одного старого мастера который к сожалению нет живых зато вот и он он у нас делал штук пять в год всего ну не потому что он только ими занимался просто не времени он уже все таки там он был лет чуть не под сто но вот его ученики это лучшие чайники делают для того кто разбирается вот это не штамповка это ручное изделие вот ну не привез ну и как будто я сейчас буду значит это так поэтому чай тоже особый он из тайваня в китае уже настоящий чаю под почти нет значит даже олигархи всех миллионеры китайские выстраиваются в очередь ждут там по полкило по килограмм а че который из тайване где еще земли из причем как его выращивают там например вот если говорят чай там какой-нибудь но вот там но какой вкусами жасмин и что-то такое они берут сажают вот ряд куста так а часть двух сторон план и лет через 30-40 он в симбиозе почему он вбирает вкус короче вот что такое настоящий поэтому это всегда будет мало такого чая его почти это вот они некоторые чипа две-три тысячи долларов и больше стоит ну он мне привозит иногда дарит я сам только когда гости приезжают воду пьют так поэтому мы сейчас да там но иногда можно почему нет мы тем более же не будем его жарить варить а сейчас пузырики пойдут я заварю как положено и а и потом так сказать попробуем ну естественно наши всякие там мед прочее даже кстати разморозил нашу чудесную землянику перетертую сиропом виноградом она должна обратить внимание белесенькая микро это вот она взбита таким деревянным пестиком и как с воздухом как пенка вот и с виноградным сиропом и а после заморозки после она сколько лежит там размораживается и это вкус вот ну оцените сами первоздавный вкус тот самый в день приготовления не сказать борис ну вы знаете шоколад нас но это все путь кстати сразу вопрос но про сладко им разговаривать сейчас в интернете один стал такой достаточно популярный человек значит не будем называть он сыроед и он говорит то что мед он считает продуктом вредным от которой разрушаются зубы в любом случае даже если человек чистит зубы там ухаживает за полостью рта только лишь потому что не он не может объяснить почему но говорит что по практике у всех ну вот моровых шаг а я прям думал хочу в одну поскольку вы говорите свои методики вот лечебного голодания где травы мед отвар таскать имеют обязательно порядке как энергетик да то я хочу от вас прям вот жду и многие зрители наши ждут прямо от вас вот ваше мнение соображений или как есть на самом деле расскажите про мед и что прав ли человек или не мнение нет конечно так дело в том что мед не разрушает зубы совершенно но если его в определенном количестве вообще полагается не не кушать а его растворять в чай в воде и так далее и так далее но это так правило это такое или же если уже вы его хотите съесть вы положите его под язык и рассасываете под языком но во всех случаях вредное воздействие не только меда но и лимонного сока даже и всего прочего я наплёс всю жизнь лимон просто ела и от этого зубы мои не разрушаются дело в том что зубы эмаль разрушаются тогда когда имеет место паладонтоз то есть гной деснах парадонтип паладонтоз и прочее вот тогда и эмаль не стойкая и очень многое врате и она вообще не стойкая и даже от сыроедения бывает и дети бывают дети с сыроедением их разрушается эмаль и считают что это от сыроедения нет это потому что у него гной десна а как гной деснах удалить но это история уже долгая начинать с толстого кишечника то есть это та классическая схема организм комплексного очищения организма чем вы говорите обычно одна болезнь не бывает любой какой-то симптом или какая-то болезнь она не одна если есть болезнь есть есть недомогание если есть какой-то дефект здоровья это значит сборит весь организм потому что у нас нет изолированных органов изолированных конечно и к тому же те старобрядцы которые томская читинская область вот то что и смогли они все были бортниками держали колодезный мед 105 110 120 лет жили зубы были прекрасные и вопрос я говорю не в том что вот в чем это что какие-то уникальные сахара да нет не уникали фруктоза фруктоза конечно да это как раз прекрасные продукты которые являются маномерами то есть усваиваются прямо в желудке более того для натуральной живой органической фруктозы в отличие от глюкозы не нужен проводник гормон инсулин чтобы в клетку провести фруктозу да то есть но это я говорил тоже своих лекциях во многих там вообще шарида это тоже не поэтому сама природа нам говорит и показывает что есть как поэтому домыслы они могут быть и фантазии разные а истина это вот есть законы природы как есть это что человек тысячелетиями жил проверил и так далее я уж не говоря и эзотерических моментов которые говорят о том что все-таки пчела вот она как она появилась еще и она никогда не эволюционирует она просто может быть действительно с человеком с человечеством создана создана конечно или поеду и для определенных безусловно для целей плодородия и урожаев и как уникальный концентрация энергии своей насекомых и сотыши шестиугольный до самой оптимальной геометрической безусловно это не случайно это не просто для того чтобы опылять для самой цели просто воспроизводства растений конечно не поэтому это непосредственно конечно с человеком безусловно связано и это отличный прекрасный продукт другой вопрос что какой нет это уже другой вопрос это понятно конечно кстати а давайте сразу вот насчет меда ну и если уж мы вот у меня мой товарищ разорвете значит вот маленький вот в эти вот значит а мы пока а ложечки можно взять у нас есть разные ну давайте вот эти для меда возьмем вот так я вам тоже дам вот эту и себе такой а про мед этот вот пару слов но у меня вообще есть уникальный дикий с абхазии в виде языков то есть как пчела строят в природе да то есть не сотые это человек рамку делает и они туда вот они такие как сталактиты да такие значит строят сами неправильной формы но похожие приближенные в переводе нет идеальной геометрии но значит и языки просто отрываются из колод буквально два-три килограмма в год что пчелам никак не мешает иначе этот продукт конечно дорогой пониже на 10 килограмм но это целебный этот ценнейший продукт а это другой вот я прям даже зачитаю мне просто мой товарищ его и близкие знакомы и мой партнер там по вот водородной теме а у него отец живет в хабаровском крае и он прислал начал пишет такое письмо вот то что мы будем сейчас пробовать она три вида меда прислал но я просто мед добыт это он на и памятку пишет в шестнадцатом году в этом году в хабаровском крае в тайге а он живет в лучше там 60 километров от ближайший населенный пункт из просто на в тайге в районе села сукпай это кто знает что у нас люди любят точность глухое место нет дорог и коммуникаций так что о там предприятиях каких-то вообще даже речи дорог не бегают медведи и тигры люди жили в этих местах по скромным оценкам там пишем 14 тысяч лет назад сохранились петроглифы и так далее прислал там липовый с дикой малины цветочный осенний а вот этот особый с кипреем с иванчаем но вы знаете наш средней полосы вот не сравнится ни в какую это вот я вас прям прошу попробовать и я тоже дает возьму себе вот а у меня ложечка вот мне очень интересно ваше мнение чисто по экологичности по всему тут даже не обсуждается а именно по вкусовым по каким-то так сказать вкусе там первым полагается слить чай сейчас налью как раз что сказано совершенно удивительный это мед 6 и это мёд буквально баночку мне привез потому что летельный совершенно странный даже ну великолепно там много таежные понимаете что дело восточная сита тайга вообще вот это вот то есть там знаете чем интересно вот почему и тигр казалось бы южное животное и растение что там остались амурский бархат просто есть вот те которые ледники не тронули то есть туда ни одно леденение не пришло и там осталось флора ну да это древняя которая где-то там частично северной южной америки в канаду поэтому там такое разнообразие уникальных трав поэтому это дает а он дикий в тайге там очень много трав он условно кипрей потому что он так свел но их там сотни видов трав и поэтому букет вот этот особый вот это эндемичных трав дает свой который мы не привыкли то что мы жители средней половины да даже сибири а это же 8 тысяч километра это же 8 тысяч километра сам лес да то есть как бы так вот кстати вот интересный такой еще момент знаете я даже себе такие тезисы выписал думал ну надо такие какие-то темы особо интересные о них поговорить рассказали тем более вот про часто заходят разговоры но как не вывод про детей проводить во время беременности это эти темы освещали широко зрители знают а я хочу знаете по этому поводу спросить вот я просто объясню к чему буквально несколько дней назад случайно был в кафе там на серпуховской скатерть самобранки там с друга встречалась у него был день рождения приехала к нему знакомая тоже женщина и тогда рассказывает про случай с собой со своей сестрой и с дедушкой сейчас расскажу я к этой теме у нее сахарный диабет был бы она перешла на строение зеленые коктейли все очищение голодание прошла то что все у нее отлично у сестры инсулин зависимы причем когда она была беременна это какая комбинация то есть она уже колодца то что но и то ее буквально заставила она перешла на сыроид неполная значит она зеленые коктейли строчке никакого диабета да никакого а врачи когда смотрят а там у нее же еще эндокринолог не заставлял писать там что она ест то есть там еще подробно и она приходит радостные досмотрят анализы она быть нему все отлично всем пока все она смотрит сушки как вы соблюдали мои рекомендации аналоги смотрят смотрит там значит читает но сначала ладно не поняла что только живые растительные продукты никакой это вы наверное мясо много ели что такое хоро 5 что она гендер да я его вообще вот как раз перестала есть как и причем а теперь самое интересное то подтверждение о чем вы говорите я говорю постоянно у нее было два случая когда скакал сахар скакану когда она еще полностью не вылечилась и эти два раза были совпадениями это уже не назвать никогда она ела что-то сладкое или там да когда она а когда в салате было в одном случае курица в другом там какое-то мясо понять животное белок а то о чем так сказать вот эта реакция как раз как то ему ныряк то есть и именно сахар вот товарищи дорогие не не из-за сладкого сахара или булочек или что-то хотя на а именно из-за мяса да вот прям четко два раза и это уже не единичные случаи они просто господи немножко пару слов биохимии в этом плане объясните нашим вот тем кто еще не понимает зрителям а я пока тарелочки маленький важно но или ниндана мессина признала независимо от меня совершенно что друг друга это алтоиммунное заболевание диабет второго типа диабет первого типа вроде не считается алтоиммунным читатель на средстве но на самом деле sale отбед первого типа то же самое алтоиммунное заболевание теперь что значит алтоиммунные заболевания и медицина говорит о том, что при этом в организме образуются антитела к собственным белковым молекулам, к собственным клеткам. Почему образуются антитела к собственным клеткам? Вопрос. Ответ официальной медицины. Потому что имеет место сбой иммунитета. Что значит сбой иммунитета? Что за сбой? Ну давайте выясним, что за сбой. И почему он должен произойти? Ладно, причина этого сбоя какова? Но иммунитет что, сошел с ума? Неизвестно. Ну сбой. Ну видимо иммунитет сошел с ума, да, сбой. А раз имеет место такой ненормальный сбой иммунитета? Ну не должен же быть, а он есть. То есть антитела к собственным клеткам. Значит, надо подавить эти антитела сумасшедшие. То есть, как лечить? Лечить подавлением этого иммунитета. Неправильного, ненужного, плохого. При диабете это ясулим. При аутоиммунном тиреоритете это тироксин. При полиартрите это более серьезные препараты. При ювенальном, ревматоидном артрите, что самое страшное, то есть артрите у детей, который тоже признан аутоиммунным заболеванием, тоже непонятного происхождения сбой иммунитета, такой вот зловредный иммунитет, его надо подавить. И мы уже применяем здесь химиотерапию, тяжелую химию, раковую химию, антираковую, то есть метод ЭКСА и все тому подобное. Для того, чтобы подавить вот этот самый иммунитет, который дал сбой. А почему он дал сбой? Почему-то мы не задаем этот вопрос. А давайте зададим вопрос. Почему он дал сбой? То есть, почему там образовывается антитела к собственным клеткам и собственным белковым молекулам? Наверное, потому что эти собственные белковые молекулы стали уже не своими, а чужеродными. То есть, искаженными, испорченными, так сказать. То есть, уже мертвыми или полумертвыми, которые надо удалить из организма, ликвидировать. Потому что иммунитет не сойдет с ума. Понимаете, без причины ничего не происходит в организме. И вообще нигде ничего без причины не происходит. И если мы будем везде искать причину, то мы найдем истину. А если не будем искать, то мы будем во лжи жить. Над пропастью во лжи. Потому что законы природы – это законы причинно-следственных связей. На любое последствие всегда есть. И физики знают, и в общем-то все знают. И мы должны знать все. Мы знаем все, но мы забываем об этом. Вот в чем беда. Мы очень многое знаем, но мы забываем, когда неудобно это, когда надо забыть. И вот. Вот тебе аутоиммунное заболевание. Теперь конкретно диабет. Что происходит при диабете? Что вызывает диабет? Диабет вызывает большое чрезмерное употребление сахара? Нет. Диабет вызывает употребление мяса. Даже не чрезмерное употребление мяса, а просто употребление мяса. Потому что мясо само является чужеродным животным белком. Ясно? Этот чужеродный белок разрушает наш белок. Потому что мясо, молекулы вот этого чужеродного белка, они более большие, они более грубые и имеют другую структуру, чем молекулы нашего белка. Нашего человеческого белка, тем более индивидуально. Ну и безусловно, будь это говядина, курица, рыба, что бы это ни было, это все будет разрушать наши собственные белковые структуры. А если будут разрушать, то они будут погибать, и они станут чужеродными для нас. А если они чужеродные, то их нужно диквидировать. Вот и получается аутоиммунное заболевание, то есть наращивание антител против собственных молекул, собственных клеток. Но этот процесс, к сожалению, приобретает форму снежного кома. То есть он нарастает, нарастает. Он не останавливается, пока мы не уберем причину. А причину мы не убираем. А что делать? Мы давим вот эти лишние антитела, мы подавляем чем угодно. Инсулин, метатрексант и прочее, прочее. В общем, совершенно поручная методика лечения. Но просто это не лечение, а это есть гибель больного, который следует вот этим рекомендациям. И потому, друзья, ищите причину везде. И причину ищите аутоиммунных заболеваний. Кстати, по моему глубокому убеждению, но я не знаю, как сейчас в литературе этот вопрос рассматривается, но диабет первого типа тоже является аутоиммунным заболеванием. Да, однозначно. Это одно и то же. А выяснила я это на ряде случаев, когда у меня были пациенты с маленькими детьми. Ребенку 9 месяцев, ребенку год, ребенку год 2 месяца, у ребенка диабет, повышен сахар, ну еще не одно, повышен сахар. Почему? Ну, сахар, например, 9 единиц было у 9-месячного ребенка. Почему? Давай спрашивать, а чем болел ребенок? Ну, вроде, ну так, обычно, и прочее. А как вы провели беременность? Да, ну, а, кстати, ко мне пришла женщина, которая хотела лечить свой гастрит. Да, эрозивный гастрит. И лечила его. Ну, вот, говорит, я лечу, лечу эрозивный гастрит, ну, гастронтролога, но что-то без пользы никакой. В общем-то, я все хуже и хуже мне. Так в чем дело, как вы лечили? Ну, вот, вот я во время беременности, я ела очень много мяса, потому что мне гастронтролог говорил, что необходимо у меня повышенная кислотность, я хочу, чтобы эту кислотность загасить, нужно кушать мясо. Да, правильно, белок поглощает кислоту, но дальше он поглощает кислоту, а дальше вызывает еще более усиление, более кислого желудочного сока, потому что он нужен для того, чтобы этот белок глащался. Она еще больше пить, а она еще больше ест, и так идет вот именно порочный круг. Все в медицине современной, в фармакологической медицине приобретает характер такого нарастающего снежного кома и порочного круга. Ну, она все-таки ела, потому что, когда она ест мясо, у нее боли прекращаются. Конечно. Вот, она его и ест. Опять прекратились боли, а потом хорошо прекратились, а потом она не должна беречь, значит, она снова ест. И так она проносила все 9 месяцев беременности, вот так она этого ребенка приносила. А у ребенка оказалось вот такое дело. Потом еще несколько было случаев подобных, и вывод совершенно ясен. Обслуживайте сам собой, друзья, даже врачом не надо быть, чтобы понять, что причины следственные вот эти связи. Элементарно, у ребенка диабет. Почему? Он мясо ел, он мясо не ел, но он мясо ел, поскольку мать ела, и все, что она ела, все переходит в ясен кровь ребенка. Через молоку? Эти молекулы мясные нет еще и во время беременности, да, через кровь, а затем во время кормления. Ведь во время беременности они, не все вот эти молекулы мясные, которые она ела, они отнюдь не все расщепились. Это известно биохимикам, это известная истина биохимии, что 40% молекул чужеродного белка, не расщепляясь, проникают в желудочно-кишечный тракт, из желудочно-кишечного тракта проникают в кровь не расщепленными. Так вот этого достаточно было, чтобы эти нерасщепленные молекулы попали куда? В кровь ребенка, естественно, поскольку в кровь матери попали, в кровь ребенка попали, и быстрыми вот такое разрушение клеток инсулярного аппарата у плода, у которого намного более нежнее и травмируемее, более травмируемее, и, в общем-то, подается, к сожалению, быстрому разрушению. И что мы получили? У ребенка этот инсулярный аппарат пострадал довольно серьезно. Дальше шло кормление. Тот же самый процесс во время кормления имел место. Конечно, меньше уже с молоком идут этих молекул, но все-таки они попадают туда. И ничего не могло ожидать ребенка другого, как только повышение сахара и в будущем диабет. Ну, в общем-то, о чем говорить, друзья? Вопрос ясен. Найдите причину, из-за болеваний вы сумеете ликвидировать. То есть не нужно беременной матери кушать мясо. Ей не нужно кушать мясо не только во время беременности, но и до беременности. Но это уже тема отдельная подготовка к беременности. Впрочем, подготавливаться к беременности женский организм должен минимум за год, а то и раньше. Но не только женский организм, но и мужской также, друзья. Потому что состояние тканей отца отнюдь не безразлично для будущего ребенка. Отнюдь не безразлично. И, ну, в общем, очищение необходимо обязательно в паре. Как и все вообще, если вы супруги, если у вас семья, все должно быть в паре. И очищение, развитие происходит только в паре. Это имейте в виду. И пускай отцы не отгораживаются и скажут, а ну, мать, она же выносит. А я, мол, мое, какое дело? Я раз, так сказал, зачатие произвел и свое дело сделал. Нет, друзья, каким качеством спермы вы наградили женщину и вашего же ребенка, каким качеством сперматозоидов и прочих, прочих. А какое сейчас состояние у мужчин? Сколько импотенции и сколько просто молодые люди приходят ко мне, я просто соотлагаюсь, как это может быть? Человек 25 лет, у него метроспермия. Что так? У метроспермия, все, сперматозоиды все мертвые. Почему они мертвые? Потому что в детстве он болел, болел, болел. И потому что эти болезни мы лечили лекарствами. Вот оно, детствие, когда начинается у людей. И еще болезни, конечно, молодые. Тенденции страшные последние. Об этом речи нету. Вот этот самый ювенальный левматоидный артрит, это страшное явление. Лейкоз детский. Не было, не было, не было, даже когда я училась в институте. То есть лет 50 назад не было такого ювенального. А был полиартрит, терматист, был у пожилых людей. Но о лейкозах даже говорить страшно, что такое лейкозы. И почему они бывают? Бывают они, но они могут и не быть. А они бывают, считаются естественными, да еще считаются естественными. Их, конечно, лечить, как фемиотерапия. Ну, вот то, о чем. Это трагедия наших детей. Маршик, ну, попробуйте чаек. Попробуем. Аромат сразу ворвался. Ну, вот давайте. А я пока немножко скажу. Мне кажется, я не было такого чая никогда. Ну, разве что у вас. Да, этот чай именно, я говорю, тот, который безумных денег стоит. Я его даже не покупаю. Он безумно горький. А, из-за этого. Вы можете дать мне чашку, чтобы я развела? Конечно, да. Что, можно было? Давайте. Вы сюда выливайте. Я вам долью водички. Это просто, знаете, как, вот ценители, они любят, чтобы раскрылся. Ну, я понимаю, да. Давайте сейчас я добавлю. А я, знаете, что вам... Вот так вот, наверное, да? Будет нормально. А я вам вот что пока скажу. Вот последней теме, что мы затронули с вами, значит, про автоиммунные заболевания. А, как? Да, хорошо, спасибо. Отлично. Мягкая горечь, тем не менее, да? Ну, это вот, да, это вот такой один из... Обычный чай. Из таких-то ценных сортов чая из Тайваня, да? Значит, вот дудинцы в белой одежде. Помните одного из героев, который все время пил... Что же он пил? То ли простокваша, то ли... Ну, в общем, что-то молочное такое. Он говорит, так суть в чем, да, у него язва. Язва, понятно, из-за животных белков. Значит, он, продолжая пить, но ему становится временно лучше. Жиры. Жиры. Смягчать. То есть, проходит острая фаза, то есть, ну, которые вот открыты язвы, временно пока. А потом, почему он никогда не может... Дорогие друзья, почему, вот, к сожалению, применяя те официальные, скажем, в кавычках, те вот традиционные, только на самом деле нетрадиционные, да, медицина вот этой современной, никогда, вот вы становитесь, ну, я не вы лично, дай Бог, чтобы у вас было все в порядке, вот эти люди с сахарным диабетом, с муковисцом, любые артоиммунные заболевания, болезнь крона, там, все что... Вечными инвалидами. То есть, медицина не лечит это? Никогда. Потому что они принципиально неправильно, неверно подходят к сути, потому что, когда не поняв причину, то есть, от чего это заболевание? Безусловно. Не понимая механизмы, которые лежат в основе, применяя те методики, которые, как говорится, убирают верхушки, чтобы человек ни шатка, ни валка как-то существовал, сажают на гормоны, которые вечно, с ядреным колитом, вот, обратился вчера ко мне тоже пациент, я знаю, у него уже и клизмы гормонами, и там свечи, и он уже, так сказать, ну... Я это страшно делаю. Я, ну, то есть, ну, понимаете, как можно, и у него годами ничего и не проходит, чуть-чуть лучше, чуть-чуть, вот, понимаете, вот, только перестает принимать? Только перестает. День-два? Это что из человека делают? Инвалиды, и они еще утверждают, что они знают, что нужно делать. Так почему же тогда результатов нет? Почему так? Вернее, не так, результаты есть. Болезнь, инвалидность, ранняя смерть. Вообще, мне кажется, в таких случаях, когда он съедал белок, да, и вообще этот человек перестал... Да, да, ему говорят, есть только вареное мясо, овощи, ничего зеленого, ничего свежего, никаких фруктов. Вы понимаете, что творят? Мы понимаем. Ну, вы, да, естественно. Вот это еще дело не столь... и в жирах в том числе, но дело в том, что когда попадает в желудок пища, да, организмом переключается на еду, он не может сейчас заниматься ни язвой, ни другими вещами, да. Потому что боли, если болит язва или что-то, это организм этим процессом занимается. Когда ему положили новую порцию мяса, он на нее переключился, сконцентрировался. В общем, в такие поры, когда у человека, у иммунитета, у организма не хватает сил для решения главной задачи, стоит простудить, ну, ну, неважно, какие-то факторы добавить, воздействие, и у него пойдет цепная и другие болезни, и прочее, и так далее, иммунитет. Беда проходит не одна. То есть, не одна, а там, как правило, цепочка. И, кстати, вот это же, она сейчас смеется над этим, понимая, что вот она просто как вот лапша с ушей сняла, изменила всего лишь, ну, простое, она вообще просто все. И у нее уже этого хватило, чтобы ликвидировать у нее, у сестры, а самое интересное, у дедушки. Ну, там ему за 90-е или около того, он уже, ну, я не знаю, Эльцгеймер там или нет, но, в общем, короче говоря, он уже все, там не соображал, лежал, уже чуть не к смерти готовился. И они решили, товарищи медики, товарищи медики, это страшное, конечно, глумление сейчас будет, они скажут, это же как же издевались над дедушкой. Ну, важен-то результат, а издевались они вот как, дорогие друзья. Они просто поили его только зелеными коктейлями, давали соки по норму Нокеру, типа, значит, вот и так далее, комбинации. И что произошло? И один момент. Говорят, обсуждают и что-то про дедушку говорят. А он говорит, а он уже не говорил все. Он такой, нет, это было не так, это было тогда так. То есть, все, сейчас он отлично себя чувствует. Девяносто. Кстати, я замечал, знаете, что, я думаю, вы тоже, наверное, замечали, вот среди пациентов. Я это вижу, вот просто вот на разных примерах, людям, которым сейчас, вот еще кто жил, 90-е или за 90-е. Это настолько крепкая генетика и сила, такой потенциал жизни, что этим людям стоит, которые последние десятилетия, что они ели, до чего их довели, макароны, хлеб, то есть, ну, там, это же вот, как они живут. То есть, такой запас жизненных сил, что им достаточно всего лишь нормального, правильного очищения. Напитать организм минералами, которые дефицит, там, в десятки раз, кремний, литий, ну, то есть, хороший вот фокус, тот же, наоб этом мы поговорим сейчас, что-то уникальнее. Кстати, вот про него я прямо отдельно. И эти люди просто, вот, что называется, с того света встают. Еще 20-30 лет могут прожить. То есть, там такая сила, да? Ну, я думаю, вы согласны, потому что я это вот вижу просто вот как... Так вот, вот вам живой пример. Это просто, например, одной семьи женщина случайно, просто вот с моим товарищем встречаясь, и мы вместе, мы как бы разговаривались каждый день. Такие вещи я просто вот слышу, вижу, когда вот люди как лицом к природе, когда поворачиваются. Конечно, конечно. Потому что, если человек себя мог довести, а это именно не судьба, не кара небесная, сказать, это мы копаем могилу вилкой и ложкой. Да, 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 да. И если мы осознаем, если поймем, маленькие всего лишь простые, казалось бы, настолько чудовищно простые меры порой, достаточно для того, чтобы просто человека вот из могилы осознать. Слушай, нет. Причем, я говорю, вот был случай, я вам не рассказывал, но наши зрители мы где-то, но не все же смотрели все мои видео. Я вот скажу, очень интересный такой из жизни. Вот смотрите, был случай, значит, Онежское озеро, а я по Карелии с женой иногда летом, мы вот два последних года не ездили. Ну, а так мы ездили. И вот там очень интересные места, конечно, и люди, и, конечно, люди, и хранители, традиции, почему-то, и был такой там семья рыбак такой. Барень, ну, лет так, за 40, точно не знаю, касается сажения плеча, то есть, руки, вот такие лапы, значит, я просто, чтобы понять его силу, вот у него там есть такой карбас, ему сделали в Архангельске, он весит 6 тонн, он его берет, вытягивает на берег, то есть, вот, да, естественно, не поднимает, но вытягивает. Ну, это понятно, понятнее. Вот, берет 2-100 килограммовых таких, ну, мне просто люди вот описывали, как все это, здоровенных таких, они на горку все не могут, а дышка там залезть, он их берет на руки и бегом по верху. Значит, это вот Титан, ну, вот как описывал когда-то Гелеровский в моих скитаниях, вот этих чудовищной силы людей, да, вот, один из магикан последних таких. Никогда в жизни ни алкоголя, ни табака, генетика, та, отца его и деда, а он живет там вот прям на глушей берегу, так сказать, вот, вот сидит его мама, вот так закручивается. Я сижу, он, значит, его мама, да, а там бегает бабушка в огороде, ей уже 90-то тогда было, он рассказывает, и она говорит, а ну, мы, конечно, о здоровье, о питании, о живом питании разговаривали с ним. И они такую вещь рассказали, вот, значит, что случилось с этой бабой. Значит, 88 лет ей, у нее инсульт случается, ну, потому что она шкварки, жарит это, ну, то есть, там, ну, конечно, с огорода. Почему она дожила без всех инсультов и инфарктов до 88? Уникальный воздух, уникальная вода, огород свой, но были факторы, которые приводили к тому, что, естественно, организм изнашивался, атеросклероз, прочее. Это естественно, потому что некоторые любят, говорят, вот, 90 лет моя дожила, все подряд ела, но ты-то не проживешь, Вася, 90 лет. Это бабушка с той генетикой прожила, все, ты-то, ну, 40-50, там, если начнешь, там, с 15 лет курить, а тем более с 10. Ну, ладно, это лирика, вот главное, что, значит, когда у нее был первый инсульт, она очень быстро там в больницу, на поправку пошла сразу, организм крепкий, но она же ничего не изменила в своей жизни. Нас ведь ничего не учат, даже, казалось бы, пожилых людей, многие вроде мудрецами, должно быть ничего. И у нее второй инсульт, и ее уже в больницу так, что она там крепкая, значит, и она уже все, не встает, в общем, ее привезли домой умирать. И лежит, она, значит, все, ничего не ест, а внук решил случайно, он решил так, значит, он просто, он рыбак, он там с больших глубин ловит, заезжает там на огромные глубины, и он такой битон с крышкой, в общем, он брал с глубины, там, воду, вот эту уникальную онежескую воду, да, вот эту мягкую, с отрицательным, слабо-отрицательным ВП, но она обладает свойствами, такими вот, уникальными физико-химическими, так сказать, которые близко к нашей воле-треклеточной. Коэффициент, например, с натяжения, там, близкий к 41-м, то есть низкий он там такой, ну, текучая вода, то есть она активная. И он ее поил, вот она, говорит, вот не помню сейчас, то ли там на 30-й, то ли на 40-й день, она говорит, извините, вот мы за столом, она говорит, за натурализм, изо всех щелей, зеленый, желтый, там, это все. Вот прям вот, и она просто вскакивает, ну, там, через день-другой. Все, то есть, понимаете, вот, только эту воду была, понимаете, какая штука? Это вполне понятно. Вполне понятно, что вы все время говорите, о чем. То есть, а это вот тот самый организм, генетический, крепчай, то есть, ну, у нее какой потенциал какой-то? Это не эти, которые вот так вот ели уже живо. Не забитые лекарствами, главное, не забитые лекарствами. А она никогда их не потребляет? Никогда, ну, вот все. У нее впереди, если бы она вот, нужно, значит, у нее впереди еще 30-40 лет, если она, так сказать, будет. Вот, ну, в том-то и дело. Если, а ведь опять люди, вот, что, опять пойдет заново? Вот, вот беда в чем. Вот, вот видите, это, это, ага, все, ну, и давайте я вам сейчас, да, ну, давайте я дарю. Вот такие, казалось бы, темы, а темы важные, нужные, интересные, о которых стоит поговорить, почему я и думал. Вот, а вот еще у меня есть такая, пусть я пока сейчас слайды пущу, там, про этого пройдет у нас, про ярмарку, а, так сказать, мы поговорим дальше. Вы, конечно, наверняка слышали о такой диете монастырского. Или нет? Нет. Здорово. Тогда это для вас нет? Изумительно. Значит, когда-то я записал еще с Сергеем Доброздравиным, это было 3 года назад, одна девушка мне написала такое письмо, сейчас я скажу какое, и я решил, что надо на эту тему прям отдельный вебинар сделать, кстати, посмотрите, советую. Вот, и я сделал этот вебинар, он там трех- или четырехчасовой, но из двух частей. Я просто зачитал это письмо, я специально пролистал этого книги монастырского. Он врач, который был где-то там чуть не в Одессе, что ли, где-то там, потом уехал. Ну, это в 70-80, и он уехал в Америку и решил зарабатывать деньги, ну, потом уже там на биодобавку. Он, кстати, был одно время вегетарианцем, там, у него своя там искаженная теория. А я ведь как, я не огульное не люблю, я просто беру, зачитываю, как когда-то с Тарсуновым, который там о благости молока и так далее, вещал якобы из ВЕТ, из индейских, ну, хорошо, это ла. И вот я беру, прям разбираю по пункту, что говорит монастырский о своей теории, и объясняю это с точки зрения биологии, биохимии и здравого смысла. А о чем он говорит, что это за теория? А теория такова, что сахарный диабет и прочее, прочее, это как раз никакие не белки, все ерунда, он говорит, а это все вот углеводы, причем он мешает, знаете, что в углеводы? Берет сахар рафинированный, что это то же самое, что фрукты, 1 на 1, то есть не имеет значения. И он берет это все, переводит в такую миску сахара, еще ролики такие снимают, ну, чтобы так для зрителей было эффектно, убедительно. И говорит, что, значит, чтобы этого не было, никакого диабета, надо исключить все сахара вообще. И есть только мясо, значит... Ну, браво, ну, браво, вот это страшные вещи. Причем он врач, к тому же. Ой, нельзя, это спокойно слышать невозможно. Ну, нет, то, что, когда... И один человек просто потом написал, говорит, это мелочевка, но я просто... Он говорит, а у нас есть, говорит, на работе одна такая, по системе монастырского, когда, говорит, извините, говорит, тоже вот, но мы все знаем, с тем коллективом, когда она в туалет ходила, потому что, ну, гниет, человек просто гниет. Трупный я, это же вот, когда верил, например, трупный я, гной. Она ест только вареные животные белки. То есть, человек... Ну, раньше вот фашисты делали такой эксперимент. Если только чисто мясом, там, по-моему, то ли 30, то ли 40 дней вареные мяса. И больше ничего. Да, они потом сгнивали, просто там... Сгнивали. Сгнивали. Вот, причем при том, что человек, вот, те, кто чисто на воде, они там жили 50-60 дней и тоже делали. Вот, вот, да. Если вообще ничего, то лучше уж ничего, чем вот это. Да, безусловно. Но вот у него такая теория, последователь, и она говорит, вот, мои друзья, и начинает. Ну, сейчас пересказывать не буду, вот, недавно я опубликовал, у меня лежало где-то на задворках, а я вот его, ну, старая запись, а я его опубликовал. Интересная тема, я прямо там зачитываю, кстати, писать будет весьма любопытно. И вот такая теория, очень популярная в США, и вот, знаете, вот эти Аткинсы или каких-то, есть очень схожие. Аткинсы монастырского популярного в США? Да. Вот это хорошо. Да, конечно, потому что там и есть рак у каждого третьего уже человек, как Бутенг сама говорила. Оношение в каком-то масштабе? У каждого первого, почти, а вот именно онкологии у каждого третьего. Кстати, у меня есть человек, товарищ, который 20 лет, ну, как бизнес, он связан с Гонконгом, там, вот эти все крупные города, он описывает ситуацию так. Он говорит, например, в Гонконге, там, Сингапур, вот все вот эти крупные вот эти города все, где буквально первое поколение переехало из деревень и начало вести западный образ жизни и, разумеется, питание. Вот, кто еще не знает, это не преувеличение, потому что у его друга тоже онкология, и он просто изнутри, еще общаясь с врачами, он это все вот, ну, просто у каждого второго. 50% минимум населения имеют ту или иную степень, форму, стадию онкологии. Вот вам и, так сказать. И это не чудо, это нормально, естественно, для того извращенного образа жизни и питания, который ведут эти люди. Конечно, существуют и другие факторы, которые, безусловно, усиливают, усугубляют, приводят к болезни, помимо питания. Но это главное, но об этом уже не стоит говорить, это понятно. То есть, а вот, кстати, а давайте немножко, может быть, поговорим о том, какие есть еще факторы в нашей жизни, современной, которые сейчас нас тоже калечат, которые всех людей, вот на этой чаше весов здоровья болезни склоняют к болезни. Более плебейским мед у вас есть? Более плебейский. Есть, но я вас хочу сейчас угостить, давайте мы сделаем, да. А, да, это лучше. Это просто шацка, но это сказка я говорю, а может вы скажете нет. А я вам сейчас дам вопрос. Так, где-то у нас тут были такие ложечки, прям много-много ложечки. А, сейчас вот я возьму ложечки и давайте-ка я сейчас угощу. Так, только нужны розеточки новые. Где они тут у нас? Мне не нужны новые. Не надо? Не тоже надо. Ну, давайте, ладно. Это вот та самая, дорогие друзья, земляника, которая перетерта с виноградом сиропом, взбита деревянными так вот так на уголок пестиками, как будто как сливки, ну, с воздухом взбиты, как вот крем. Еще одну. А сейчас я ухожу всю банку. Сейчас надо. Не-не-не, все правильно. А вы попробуйте, может, не понадобится. Не понадобится. Вот. Не беспокойтесь. При минус 28 в моих врачах. Попробуйте аромат. Сначала просто понюхайте. Понюхали. А теперь, да, теперь надо пробовать, потому что вот это, я считаю, удивительный продукт. Да, я даже, кстати, не буду как бы рекламировать, я хочу просто мнение, без всяких, а потом расскажу, а то будет получится. Мы будем рекламировать. Давайте-ка, попробуйте, и я сам. Совершенно необычный вилитальный продукт. Вот это живой сыроедный продукт, не какое-то варенье поганное, где все уже мертвое, сваренное, никаких ни витаминов, ничего. Тем более эфиров уже не сохранено, то есть, живых. Сахар, химический синтез, страшный ягод. А это у нас виноградный живой сыроедный сироп. Всего 15% от массы ягод. То есть, 85% от массы ягод. Всего лишь. Ягоды сухие собирались специально, чтобы дождей не было утром, со знанием дела, людьми не курящими, которые, ну, естественно, в экологических районах. У меня к этому особо, у меня более 20 видов уникальных таких ягод. И вот это в заморозке, у нас минус 28, хранится хоть 10 лет, хоть сколько угодно. Я давний поклонник, вы знаете. И при разморозке у нас вот этот шикарный аромат, первозданный вкус, да, сохраняется. Ну, как вам вообще, вот скажите. Великолепная вещь. Ну, вещь, которая достойна того, чтобы ее съесть. И даже жалко кушать. Да, иногда порой действительно жалеешь, что остается мало. Я прям некоторые баночки, там у нас вот полевая клубника, она сейчас... Это еще вкуснее земляники, да? Ну, я так вот, я сейчас... Ну-ка, нет тут ложечек-то я себе... Нет, ну, я сейчас возьму. Вот. Так, ну, я знал, что понравится, потому что, как может, такое не понравится, да? Может, не понравится. Вот. Друзья, обязательно пробуйте. Да, у нас, уважаемые друзья, это как бы пусть реклама, но что делать, это мы не наркотики рекламируем. А, если реклама, вы бы не узнали, что есть такая прекрасная вещь. Да, и потом не за... Нет, знаете, какие есть люди иногда интересные типажи. Вот если у них какая-то, знаете, какая-то аллергическая реакция, как сразу... На рекламу, да. Да, то есть, если что-то... Очень часто лживая бывает, а почему? Я тоже не доверяю рекламе. Да, да, да. Ну, нет, ну, надо же отличать. Одно дело, так сказать, всякие очередные шампуни, где там липопротеиды, гликопротеиды, начинают, так сказать, через кожу якобы проходят. Вот. Это понятно, вызывает зло. Ну, ну. А когда, извините меня, вот кто это сейчас делает? Это никто не делает. И я, кстати, создатель вот этой технологии, ну, когда вот эта быстрая заморозка на местах сбора, то есть, это там... Да, конечно, это же надо понимать, что там. Вот. Что еще состоит. То надо, так сказать, понимать, что реклама о рекламе рознь, и как еще важно человек, на что тратит средства, да? Одно дело где-нибудь там прозябает, загорает, так сказать, пьянствует и так далее, а другое дело вот создают, кстати, об этом мы поговорим, новый тип жизни, то есть, вот экологичный. Экопоселение, так сказать, ведет слеты, занятия, так сказать, на разные тела. Я об этом же хотел сказать. Вопрос мотивации, да, мы же... Для чего? То есть, а это мы уже подходим к теме очень важной цель, смысл жизни, как человек видит, кто он в этом мире, зачем он, так сказать, какая его миссия, задача, да, так сказать, и так далее. А тема важная, то есть, в общем, такая на самом деле. Жизненная. Жизненная. Вот, кстати, я как раз по этому поводу хотел что спросить? Да, ну, чтобы уже от той темы не отдаляться. Скажем вопрос, который вы задали, да? Вот. То есть, какие причины? Что мешает, кроме неправильной еды? Что мешает быть здоровыми, счастливыми, благополучными? Что мешает, друзья? Вы сами разве не замечаете, что мешает? Мешают наши, во-первых, социальные отношения, так сказать, отношения в социуме. Начнем с семьи, отношения в семье, потом отношения с друзьями, с родственниками, ближайшими, более отдаленными. Даже отношения с детьми, с родителями, которые бывают не всегда гармоничные, а часто бывают конфликтные. Любое конфликтное взаимодействие людей, оно очень губительно для человеческой психики. Крайне губительно, даже если люди этого не замечают. Но иногда, даже не иногда, а довольно часто, какая-то из сторон конфликта питается этим конфликтом. Вот это отрицательная энергия, которую вытягивает из другого человека. Вытягивает энергию. Ну, это вампиризм элементарный, такой, ну, такой, примитивный вампиризм. Просто не одна сторона, а отрицательское отношение другому человеку. Это бывает и между супругами, это бывает, как ни странно, между родителями и маленькими детьми. И странно, как родители не понимают, что нельзя на маленьких детей сердиться, нельзя их шлёпать, нельзя их осуждать. Ведь я недавно слышала, как, по-моему, то ли в Японии, ну, в Японии это известно отношение к детям, то ли в Израиле детей как воспитывают, их просто хвалят, их только хвалят. Больше ничего, ребёнка хвалят, маленького ребёнка хвалят за маленькие поступки. Потом постарше он хвалят, хвалят, и ребёнок делает так, как его хвалят. То есть, как его программируют. Что значит хвалить или что значит ругать? Ругать – программировать. Программировать на плохое. Как можно называть маленького ребёнка и даже просто человека каким-то ругательным словом? Каким-то словом, которое несёт отрицательную нагрузку смысловую? Ну, я не хочу повторять эти слова. Не надо, да, ну, понятно, мы все понимаем. И вспомните, как вы называете своих детей иногда, если он поступил, так сказать, по-вашему, очень плохо, по-идиотски так сказать, то вы так и назовёте его. А ведь вы не имеете права, даже если он именно так поступил. Объясните ему, скажите и вообще не конфликтуйте, а, пожалуйста, говорите с ним мирно. Вот посадите и поговорите с любовью. Хотел только что сказать. Знаете что? Я вам всем рекомендую читать книги Шемшука. Всегда. Без этого ни одна лекция не проходит. Но вот прочтите, пожалуйста, все-все люди, родители, старики и молодые, и бабушки, и дедушки, и молодые родители, прочтите книгу «Как родить Бога». Она небольшая, эта книжка, простите, хотя бы первую часть этой книги, половину. Там элементарно описано семейное отношение в Древней Руси, в Етической Руси. Какие были семейные отношения? Там супруги друг друга не осуждали, не то чтобы ранными словами или криком скандалом, вообще не осуждали, но не все же идеально поступали, да, они поступали, не все и не всегда идеально поступали. Так вот, для того, чтобы ошибки друг друга как-то показать и поставить на вид, для этого существовал обряд, который назывался милование. Не скандал, не развод, а милование. А что значит милование? Это значит, супруги друг другу показывали их ошибки один другого, но с любовью, без осуждения. Он без осуждения, жена мужа не осуждает. А говорит, вот так ты поступил, дорогой мой, родной мой, понимаешь, это было неправильно, я обиделась. Муж то же самое, жену он не осуждает, а говорит ей это с любовью. Так если взрослому человеку травматично слышать осуждение, то каково слышать осуждение маленькому ребенку, да еще от родителя, который для него это символ защиты, символ жизни, символ радости, это особенно мама. Если мама осуждает ребенка, это очень тяжело, поверьте, это такое горе для ребенка, это такое горе. Я, знаете, вспоминаю себя, я вспоминаю, я просто хорошо очень помню все свое детство, ну помню его очень хорошо, самых молодых ногтей, так сказать. Я помню, как было больно, когда меня мама осуждала, ругала, ну особенно это не часто было, но бывало. И это такое горе для ребенка, просто-таки огромное. И потому остерегайтесь осуждать своих детей, пожалуйста, я этого очень прошу вас всех родителей. Ну, это очень мудро, полностью целиком. Да, это мудро, но это надо до этого дойти, потому что ему раз да, ребенок совершил что-то нехорошее. Между прочим, есть высказывание одного из педагогов, известных, я не помню сейчас его фамилии, оно очень интересное выражение. Ребенок, сейчас, ребенок тем больше нуждается в любви, чем меньше он ее заслуживает. Чем меньше он ее заслуживает, тем больше он нуждается в любви. Тоже из речения мудрые. Потому что он мало заслуживает, он поступил неправильно, а почему он поступил неправильно? Ему не хватало любви, вы понимаете, не хватало энергии ему. Вот он своеобразный маленький вампир получается. Или как протест. Протест против несправедливости. Конечно, конечно, а он по-другому не может просто этот протест выразить. Он по-другому не может выразить, он неправильно любит себя. И потому он тем больше нуждается в любви. Пожалуйста, любите своих детей и объясняйте им их ошибки, без осуждения. Вот это милование, пусть будет такие традиции между не только супругами, родителями, детьми, и вообще между всеми людьми, друзьями, родственниками, между всеми людьми в обществе. Тогда не будет конфликтов. И вот кроме питания что-то влияет на наше здоровье, конечно, влияют вот эти социальные отношения. Начинается с семьи, потом сослуживцы. Ну, сослуживцами тоже надо миловаться, друзья. Не нужно их ругать, осуждать и прочее. Между начальниками и подчиненными, ну тут, конечно, от начальника зависит очень многое. Начальнику нельзя хамить подчиненным. То есть, не должно быть кабинет начальника, не должен называться хата-хама. Не должен он так называться. А начальник должен иметь такой принцип патриарнализма. Вот, ну, один мой знакомый писал об этом довольно большие исследования. О том, об управлении. И управление должно быть не пирамидальная система управления, а горизонтальная. То есть, руководитель, он не должен возвышаться над подчиненными своими, а должен относиться к ним, как отец с детям. То есть, принцип патриарнализма. Ну, это известное дело, даже в миролом, в менеджменте и так далее. Успешно та компания, где именно существует этот принцип патриарнализма. А там, где существует принцип тирании, это пирамидальная система управления, там успеха не бывает у этой компании. Хотя он может быть временным, но в конце концов его не будет реально. Так же и в семье, так же везде. Ну, вот так, друзья. А теперь я извиняюсь, но еще один момент. А почему же бывают неправильные взаимоотношения? Вы понимаете, может быть, вам покажется это слишком, может быть, покажется излишним такое мое заявление. Но, извините меня, я врач, я материалист, я биохимик. Ну, материалист это... Объясняю все явления человеческого, в общем, в человеческом обществе. Я объясняю все-таки с точки зрения биохимии. И все эти социальные отношения и прочее, и прочее, друзья, почему неправильные отношения возникают? Почему? Потому что мозг находится в состоянии интоксикации. Если бы не было этой интоксикации, не было бы неправильных отношений. У меня раз. Почему в Древней Руси, в юридической культуре Древней Руси, почему не было вот таких конфликтов? Почему там было милование, а не наоборот? Потому что люди там еле пили совсем иначе. Практически там было сплошное только сыроедение. О том, что весь животный продукт, резать животных, убивать, это вообще в голову не могло никому прийти. Зачем? Когда 108 видов овощей, семян, фруктов, прочих, прочих. И когда жизнь совсем другая, природа другая, субтропики, ну и так далее, и так далее. Так, если не было животных продуктов, не было вот этой интоксикации мозга, ясно, что взаимоотношения были совершенно гармоничные, совершенно великолепные. Вы понимаете? И вот, друзья, поймите, пожалуйста, не отравляйте свой мозг, ну, интоксикацией. Ядами. Ядами, которые всё-таки идут от животных продуктов. Поскольку известно элементарно каждому второкурснику медицинского института, ну, наверное, не только медицинского, известно, что при пищеварении мяса выделяется что? Что такое мясо? Это труп. Значит, при пищеварении выделяются трупные яды. Это считается нормальным. Я проходила всё это на втором полсе медицинского института, ну, думаю, немножко с содроганием слушали мы про эти трупные яды, когда вели импульсин и прочее. Но когда вели этот труп, значит, когда вели импульсинский яд, образуются в кишечнике. Ничего говорят, это норма. Это же не сразу, не идёт же в большой круг кровообращения. Это идёт через вену портов печени. Печень, конечно. Печень нейтрализует, и всё в порядке. Эй, друзья, а если мы едим мясо много, а если мы едим его ежедневно даже один раз, даже регулярно, раз в неделю, то печень не может всё нейтрализовать. Часть этого кадавейна и патристина пропадает в кровь. Пропадает в кровь – это достаточно. Оно пошло убивать другие клетки и превращать их в гной. И наши собственные клетки становятся мёртвыми. То есть это мёртвый белок. А мёртвый белок что будет? Выделять тот же кадавейна, те же моноамины ядовитые. И, следовательно, этот процесс пойдёт уже со столостью снежного кома. И пойдёт у нас самоотравление всех органов и печени, в первую очередь, а затем и мозга. И пойдёт у нас неправильное наше поведение. Так что, друзья, всё-таки основой всего является еда. Извините, но вот неправильные ваши отношения всё равно обусловлены интоксикацией мозга. Пожалуйста, люди дорогие, избегайте этой интоксикации в любом случае. И потому, если вы и поели мясо, ну, может, это смешно будет звучать, но я вас прошу, хотя бы на следующее утро или вечером того дня вы постарайтесь выпить сульфат магния. Сульфат магния, между прочим, он достоин отдельной интлекции. Да, да, но об этом говорили, так сказать, много. Просто это очень необходимо, потому что он очень хорошо очищает весь организм, не только кишечник, но и печень, и всё-всё в коз, да, клеток мозга. И вот, пожалуйста, друзья, избегайте мясных продуктов, избегайте, поскольку они токсичны. Хотел бы добавить, если можно, как раз к теме. А вот при жарке мяса ещё образуются гидроциклические амин, которые являются особыми канцерогенами. А если уж жиры, при окислении животных жиров, это образуется ещё гидропероксид липида, молекулы, которые являются тяжелейшими мутагенами. Всё совершенно так. Друзья, часто производители, они вот состав взяли, что взяли, и написали. Сейчас есть те фразы и определения, которыми запудривают мозги. Ну, например, у нас есть трансжиры, которые, естественно, приводят к онкологии, это вот маргарин и прочее, так сказать. А они пишут гидротированные продукты. Ну, обычный человек уже не поймёт ничего, что это такое. Ну, и ладно, вроде вот продают гидротируют. Ну, ладно, трансжиры, страшное слово. Что-то такое транс-трансгенное, мы вроде знаем, что это что-то такое. Очень просто. А тут просто вот так вот, знаете, как они делают? Да, то есть, ненасыщенная жирная кислота, это обращается в насыщенного, дотратируется водородом, и всё. Но этого достаточно, чтобы мы получили маргарин. Гидрогенизированные какие-то и так далее. Но что я хотел бы сказать, дело в том, что очень часто производитель, вот он до момента приготовления, он пишет состав, который он взял. И он совершенно не учитывает, что ещё дополнительно, вот о чём мы говорим, образовалось в процессе готовки. Это же ведь дополнительные или нет? Да. Причём вредоносные в десятки раз, чем тот самый состав. Знаете, что важно, я считаю здесь, какую экстраполировать вот эту тему? Казалось бы, питание на тему политики, геополитики и так далее. Я сейчас поясню. Я сейчас поясню. Есть такой Карамурза, да, ну известный, так сказать, журналист, автор, он там, значит, вот в Тибет ездил, так сказать, в Италии. Он гениальный человек. Он, ну просто философ. Он написал такую книгу, как же он её назвал? Значит, ну, в общем, суть этой книги, такой двухтомный большой название, вот не помню. Он описывал, какие технологии, методы применялись, ну, в тех или иных странах государства, в том же США, для управления сознанием людей, для изменения. То есть, когда люди перестали для уже следующего поколения, становились уже неестественными те традиции, обычаи, которые тысячелетиями были. Да, именно. Манипуляция сознанием, вот что-то так оно называется. И, короче говоря, вот просто для примера, когда развалили, вот, ну, он описывает долго, сложно, я не буду, я просто суть скажу, вот к названию, когда вот заменяют я вот к этому одно термин, который якобы человек вроде бы понятен. А если заменить таким термином, который вроде ассоциацию отрицательная, не возникнет в подсознании у человека, тогда вроде это замыливается и проблемы. Например, у нас был такой термин, вот, денационализация, ну, это понятно, что это воровство у народа, его, так сказать, ресурсов, земли, так сказать, всего. А они заменили, знаете, какое слово нам вот это? Нет, нет, еще раз государствление. То есть, видите, вроде бы государство, а государство люди никак к родине относятся, ну, вот как задорные, как разные ребята. Понимаете, каких? То есть, я еще раз говорю, когда люди определенные, значит, пытаются что-то изменить и манипулировать обществом, сознанием, работа ведется во всех направлениях. По питанию, по, так сказать, образу жизни, мышц, традиции, то есть во всех сферах, во всех. Да, культуры. Так же, как вот я говорю, когда надо было изъять у людей, вот, как бы, у знаний, вообще о природе, о мире в целом, это ведь нельзя разбирать отдельно науку, химию, отдельно физику, отдельно биологию, это единая живая природа. И процессы, которые в ней идут, мы можем понять, зная и объединяя все эти науки. Что сделали, когда в... Вот можно же открыть, кто не ленивый, интернет, и посмотреть, например, вот, прижизненное издание Менделеева по химии, значит, где таблица Менделеева в 1903 год. И мы видим нулевой ряд, нулевой период, эфиры и прочее. Изъяли это в 1933 году, так сказать, чтобы, так сказать, люди... Уже наука сейчас... Да, нет, но зато слово, почему-то телевизионный эфир осталось. Почему-то мы... Что надо делать? Да, почему-то мы... Пушкин почему-то об эфире пишет, Зенин почему-то об этом пишет. Безусловно. Читая книги какие-нибудь древние, там, индийские, мы видим, что тысячи лет назад писали и древние греки, потому что тогда, если бы мы понимали, что... Ну, вот опять-таки, что Тесла говорила, так сказать, мы понимаем, что вот эти древние корабли Вимана, Вайтмана и там прочие летали на... Причем описывается, вот, например, книга «Всем великих тайм-космоса» Рериха, которую он, конечно, не сам придумал, а просто с более древних источников взял. Он описывает, когда, как, на каких видах эфира летали, ну, грубо говоря, заправлялись современным языком те же корабли, но это технологии абсолютно экологичные. Тогда-то и люди жили в гармонии с природой. Причем цивилизации были развиты технически, но эта техническая развитость шла в противовес с природой. Это то, о чем как раз мечтали и Солковский, и Вернадский, вот это учение о новосфере, да, когда наступит, он верил, та эра золотая, вот эта, как была когда-то, человечество, когда человек научится и сможет технические удобства, вот, свои технологии и прочее, таким образом построить, чтобы они не убивали природу, значит, вот наш разум, вот эта новосфера, сфера разума, это разумное сочетание биосферы и техносферы, вот это. Это то, к чему вот мы все в той или иной степени, кто занимается, живой природой, вот этим, и идем, и пытаемся, так сказать, дать людям вот эту вот, какую-то информацию, каждый в своей области или в своих областях. Вот, это вот как раз то, что очень важно понять. Продолжение следует...